Я заранее говорю, это гениальная вещь, люди читают, скучают, просто потому что они не понимают о чем-то. Значит, это гениальная вещь, сейчас будем делать так, чтобы она была жутко интересна. Так вот, вопрос к прятке, о чем? Я когда читал книгу, было интересно, но ничего не понятно. Насчет фильмов, которые вот 73-го или какого года, там, конечно, шульга героя выставлен. Вот, он там в конце жертвует собой. А, да, я не досмотрел это 70-го. Он там жертвует собой насмешу? Да, он подставляется. А, они там лежат? Да. Пипец, блядь. Вот, но не знаю, вот когда я читал книгу, мне больше всего удивляло, вроде они на разных сторонах воюют. Шульга там, ну вообще там, милиция, там, профессор, который пытается Игарин остановить. Но по факту они все ему помогают, как будто. И вот, как будто общим делом идут к какой-то одной цели. Вот это больше всего смущало. Оттенка 5 с плюсом, с двумя плюсами, да? Один от меня плюс, а другой от слады. Так, продолжайте. Ну, наверное, вот такая основная. Это то, что больше всего... Нет, так о чем там вообще, о чем там? Что там? С чего начинается, с чем кончается? А, ну, есть какой-то непонятный профессор, непонятно вообще, почему он, раз такой талантливый, до этого не стал богатым и знаменитым. Это Манцев именится? Нет, этот Гарин. А он же не профессор, он инженер всего-навсего. Профессор там Манцев. Инженер, да, инженер Гарин. Который находит в себе проститутку и практически добивается мирового господства. Как-то крибли-крабли, бумсы. Так, 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 все хорошо. Очень близко к тексту, хорошо. К тексту. Так, на самом деле там все четко, понимаете? Вот он все-таки граф и крутился на этом уровне. И вот он описывает, он мог и не составлять теории всего этого, но он просто, ну, минимум бы описал. Ну, я думаю, что он и теорию не создал в этом вопросе, но описал. Так, хорошо. То есть, это все достоверно. И Шульга достоверен, и все достоверно. Нет, все замечательно. Так, хорошо. А кончается чем? Кончается, мне тоже показалось, ну, какая-то нелепая концовка. Они попадают в цунами. Ой, это-то не цунами там. Ну, в общем, какое-то у них там, в общем, они терпят бедствие и выживают только Гарин, и это проститутка. Вот. У меня на этом вообще месте разрыв мозга случился. Мне показалось это как-то, ну, просто, ну, нереально. Как этот, какой-то там Гарин с проституткой могли единственные выжить. По-моему, вы страшно далеки от правительства любой страны. И не знаете, как все это устроено. Хорошо, ладно. Сейчас увидим, что все это реально, и все один к одному. Так, Дима, у вас есть какие-то возражения? Ну, книга тяжело читалась. Вообще, через пень колоду почему-то. Где-то интересно, а где-то тяжело. Но в целом тяжело. Вот. Я вам гарантирую, что вот мы проведем семинары, вы будете перечитывать, так? Ну, мне показалось, ну, я в целом согласен, то, что там как-то все странно, у Гарина получалось, и, да, как будто все ему прислуживали. Но это больше, наверное, из предыдущих семинаров уже аналоги приводишь. А в целом показалось, ну, кто такой Гарин, какой-то инженер, откуда у него такие мысли, и как он вообще смог завоевать. Не знаю, как сказать, завоевать. А того же Роллинга под себя пора подмять. Ну, кажется, Роллинг, миллиардер, ворочая там людьми, там, деньгами, а тут какой-то инженеришка. И вот это тоже у меня вопрос. Ну, так, ну, вообще из этого можно сделать другой вывод, что существуют какие-то непознанные законы существования высших эшелонов власти, которые неизвестны нам, простым инженерам, научным работникам, таежным охотникам и так далее. Хорошо, ладно. Ну, и Зоя, что еще сейчас, и Зоя, что нашла Зоя в этом, блин, инженере, если вот есть миллиардер, который действительно властвует. Так, дышь левый, и приступаем после этого. Что-нибудь его есть, что добавить? В принципе, с Юрой согласен, общая картина такая же. Ну, я скажу так, книгу мне было читать первые две, трети еще более-менее. Последняя треть для меня была ужасно скучная, я уже не знал, когда она закончится. Хотелось побыстрее, чтобы она закончила. А мне наоборот. Самую первую часть было очень скучно читать, а потом две трети последней было очень интересно читать. Хорошо, хорошо, сейчас мы придем к консенсусу, ребят. Это красный граф, это вам не хрен собачий. Вот. Я забыл, Сталин там что, у него водра был, нет или нет? Не, не, у Горького. Это у Горького, пардон. Ну, я еще немножко разочаровался в смерти Гарина. Я вообще-то ожидал, что он по-другому умрет. Ну, что-то типа... А он не умер. Где же он там? Вернее, ожидал, что он умрет. Ну, например, как Манцев там, какой-нибудь, такой смерти там. Злодейская смерть. Не знаю, не злодейская, может. Вот. И когда он остался жив, для меня это было, ну, думаю, как так. Вообще, послушайте. Хорошо. Где хэппи-энд, да? Где хэппи-энд, где хэппи-энд. Я удивляюсь, почему Сталин не дал за гиперболуид четвертую сталинскую премию первой степени, или какую-нибудь супер-экстра премию какую-нибудь там. Вот. Ну, ладно, хорошо. У нас есть закономерность, нами выявленная ранее. Она называется «Закон изъятого диамеда». То есть, мы убедились на примере нескольких шекспировских, что изымают главное, чтобы вообще перевернуть все наоборот. И у нас, по счастью, есть фильмы. Вот мы будем разбирать 65-го года. То, что 73-е, это вообще отстой просто, я не знаю даже. Слух. Экстренизацию-то назвать трудно. Вот сейчас мы разберемся, с чем боролся Сашка Гинсбург. Вот режиссер Сашка Гинсбург, он похоронен, между прочим, на Новодельщинском кладбище. А этот Сашка Гинсбург отметился тем, что он изгадил всех героев сталинских, еще при Сталине. Вот, например, он снимал фильм «Александр Матросов». Там вообще не видно подвига. Шоу-шоу, упал на это самое, как это называется. Скользнул. Спал с ним лицом, подскользнулся. Ну, оттуда, наверное, с этого фильма понеслось, что подскользнулся, упал на абразуру этого самого. То есть, вообще ничего не показано. Не показано то, что он перебил сначала из автомата всех обитателей, почти всех обитателей этого дзота. Не показано, что он гранатами проложил дорогу через минное поле к этому дзоту. Вообще ничего нет. И не сказано вообще, не показано, что воевали они, в частности, Александр Матросов, с полком, который повесил Зою Космодемьянскую. А, понимаете, полк, который совершил такое преступление, он ужасно влиятельный. Понимаете, этот полк должен был, в принципе, когда начался бой, просто пойти в наступление и погнать наши войска, так сказать, не знаю там куда, далеко, сколько могли там пройти немцы. Вот только подвиг их мог остановить. Вот, и по Матросову, Александр Матросов совершил этот подвиг. Ну ладно, это отступление. Как говорил один судья, не надо нам ничего говорить про Александра Матросова и Зою Космодемьянскую тоже. Значит, ну это судим. Вот, значит, будем изучать, значит, что изымали из фильма 65-го года. Ну, во-первых, ну вообще остров, как вы думаете, который показывал в фильме, он соответствует? А там острова-то и нет вроде. Ну, в смысле, его не показали даже. Ну, как там уже, откуда там они снимали, с вертолета, не знаю, что там, показывает какая-то узкая коса. А, коса. Вот такое есть, две пальмы торчат. Ну, первое... А есть, да. Я помню, мыслей не было, но думаешь, что они там быстро умрут на этом острове. Но это не так, потому что по книге... Нет, в книге все чики-пуки, там все сходится, и они там могут жить вечно. По книге там вообще несколько десятков этих пальм. Во-вторых, это коралловый остров. То есть, как устроен коралловый остров? Посередине какая-то там хрень торчит, А вокруг вот это вот кольцо из кораллов, да, через который волны могут и не проходить. То есть, вот лагуна очень спокойная, неглубокая. И в этой лагуне этих гадов и рыбы полно. Можно там жить вообще на этих самых и питаться. Мы тут страдаем, что нету этих гадов, всяких там креветок и прочее. А там вот у них этого было завалить. Тут говядины нет со свининой, но что поделать. Но агады есть. Понимаете, то есть, вот как бы вам сказать. Тут один моряк, российский, он шесть лет провел на необитаемом острове. Шесть лет. Шесть лет на необитаемом острове, на котором вообще ничего не росло. Вообще ни травинки, ни деревца, вообще ничего. У него, правда, был нож. И когда его выбросило на эту скалу, которая торчала там невысокая, значит, туда приплыли то ли тюлени, то ли нерпы. В общем, какая-то хрень туда приплыла. Вот это самое. Он пошел и пешком там перебил сразу десять штук для начала. То есть, у него был там запас мяса, и вообще туда приплывали все время. Он потом жилище построил из камней и шкуру вот этих вот добытых животных. И вот так вот жил шесть лет. Ну, наверное, еще морскую капусту там ему выбросло, по всей видимости. Нет, я просто говорю, что, понимаете, вот он жил на абсолютно голой этой самой скале, которая, я не знаю, вот ее показывали, она просто фотография. Ну, понимаете, просто вот торчок торчит из этого самого, и все. Вот. А уж тем более эти выживут там. Так вот. Я хочу сказать, что не показано фактически, и что, до чего надо догадываться. Понимаете, это внутренняя мечта вот этих двоих персонажей, Зои Игарина, попасть на необитаемый остров. А все остальные с яхты, я сейчас буду это доказывать. А все остальные с яхты послушно утонули, чтобы обеспечить им эту мечту. Не, а чего вы решили, что они не хотели бы жить вот на таком вот острове? У нас есть, у нас есть аналог вот этих вот самых людей. Необитаемый остров это уж совсем экзотика, но у нас полно людей, которые живут в некотором, жили в некотором приближении к этому необитаемому острову. Это смотрители маяков, которые, кстати, тоже есть часто на островах. Ну, может, не очень часто, но бывают и на островах. Значит, смотрители маяков. Вот, забегая вперед, скажу, что созвездие Орион, это и есть смотритель маяка. Смотритель маяка. Смотритель маяка. То есть, вот, без понимания. Вот, ну, блин, жизнь вынудила вернуться к карте неба. Ну, блин, вот, нас не спрашивают. Вот, и вот пока Ориона не разобрать, а мы сейчас как раз, вот, основная тема, это вот мы будем сейчас изучать Ориона и окружающие созвездия. В частности, там есть бык рядом с этим самым, телес который, рядом с Орионом. На него практически наступает этот самый Орион. Нападает с дубинкой. Ну, да, он там подымал, но это большой вопрос, дубинка это или нет, ну, поговорим. Понимаете, то есть, вот, там все время называют буйволом роллинга. И вы говорите, каким образом получилось, что Гарин смог обуздать и подчинить этого роллинга. Но ведь на карте неба мы видим ту же самую абсолютную ситуацию. Вот сейчас я буду доказывать чуть ниже, значит, что, значит, Гарин это аналог Смотрителя Маяка. Он же Орион. Гарин это аналог Ориона, а роллинг это бык, вообще он впрямую называют. Хапуга, золотой телец. Золотой телец, да, все, да. Понимаете, и он его обуздывает. Все в точности так же, как на карте неба. Понимаете, какое дело, вот необитаемый остров, вот, вот, человека-ненавистники, да, вот, человека-ненавистники, они хотят на необитаемый остров попасть. Потому что не будет никаких людей, и им кажется, что это счастье. Но, на необитаемом острове нет магазинов. Вот мы не очень сильные человека-ненавистники. Но когда говорим, что где-то жить надо в каком-то городе, мы говорим, что надо все-таки город такой, чтобы там был магазин. Ну, Суворов был, да, там 17 тысяч населения всего-навсего. Но какие там магазины, да? Просто пипец, блин, аномалия какая-то. Здесь 50 тысяч населения, и даже больше, значит, магазины там и близко вообще не стоят, как в Суворове в этом. Так вот, понимаете, вот, магазин, пойти купить, закупиться, вообще погулять, пройтись. Вы же не можете, наверное, на необитаемом острове. То есть, вот, как бы и пока остаются какие-то ограничители в голове, то выбирая между необитаемым островом и маяком, хоть сколько-то у кого что-то там осталось, он выберет маяк. Значит, есть две концепции. Понятно, что на маяке будут жить особенные люди. Или офигенные философы. Или офигенные просто конченые подлецы. Но философ, он не будет изолироваться от людей. Мы вот, если переживем ковид, у нас турне с участием всех остальных по маякам. Кое-какой материалец уже собран. Вот. Турне по маякам. Вот, вообще, все, с чего это начиналось, этот вот Гарин и это самое. Гарин, гиперболит инженер Гарин. Это начиналось с невероятных приключений товарища Сталина на маяке. На, как он называется? Ленкараньский маяк. Самое прикольное заключается в том, что Миняйлов читает странные вещи в странном сочетании. И очень похожие приключения были у... Как он? Юлии Цезарь. Тоже на маяке, только на Александрийском. Я уже, ну, не совсем идиот, чтобы не соединить эти два случая похожих. Приключения Сталина на Ленкараньском маяке и приключения Юлии Цезарь на... Ну, блин. На Александрийском маяке. Не, ну, мы говорили, у нас вывод, значит, что жреческая биография Сталина повторяет жреческую биографию этого самого. Жреческую биографию Юлии Цезаря. И вот маяк... Один из таких пунктов, которые я раньше не замечал, и вот только сейчас соблаговолил. И как выяснилось, это связано с... Как это называется? Созвездием... Реон. Ребята, я все объясню, все будет понятно. Мы не торопимся, я понимаю, что вы там уже перегрузились немножко. Но мы просто сейчас собираем материал, сейчас будет отдых, скоро, ну, совсем скоро, значит, совсем скоро. Так, ну, мы не можем. Мы в два приема проводили раньше, а теперь в связи с ковидом в три. У меня такое же, что они заснули, да? Вы заснули? Они заснули, вы заснули. Хорошо, начало? Нет, вроде нет. Только, ну, у меня только крутится в голове, почему маяк с островом ассоциируется, непонятно. Давайте я скажу. Давай. Ну, во-первых, вы поняли, да, что если этот Хапуга, Рыжепес, как его там этот... Роллинг. Роллинг, то кто тогда Гарин с Зоей, которые его побеждают? Вы поняли? Орион? Гарин, понятно, Зоя. Орион, Зоя, это комплекс, что ли? Нет, они, это Артемидники. А, Аполлонцы. Артемидники выше Хапуг. Они мечтают стать Аполлоном Артемиды. Они еще не стали Аполлоном Артемидой. Они всего лишь... Они пока еще Медуза Гаргона и Орион пока. Но они бы хотели стать Артемидой и этим самым Аполлоном. А они родились на комке грязи в море. Аполлоны Артемиды. То есть, на необитаемом острове. Для них оказаться на необитаемом острове, это синоним пройти посвящение в Аполлоны Артемиду. Им кажется... Для Гарина и Зои оказаться не на обитаемом острове, это и пройти, может быть, но хотя бы уже повод... Пофантазировать. Отождествлять себя, пофантазировать, значит, что они вообще говоря, Аполлоны Артемиды. Боги! Боги! Она же хотела быть обожествленной Зои, чтобы ее статуи стояли. И вы заметили же, что она потом перестала вообще сношаться с кем-либо. Вообще ни с кем не сношалась. После того, как она трахнулась с Гарином, она, проститутка, так сказать, пропускавшая кого угодно и сколько угодно через себя, вообще после контакта с Гарином перестала. Как Артемида прям. И про них начали говорить потом, что они брат с сестрой. У них братские отношения. То есть, понимаете, вот это вот Гарина, это самое, невозможно понять, не зная античную мифологию. И, а еще труднее, трудность была бы, если бы не знать, что у Сталина были приключения на маяке, такие же или близкие, во всяком случае, как и у Юлии Цезаря. И вообще, зачем им эти приключения? А приключения у Сталина вообще были, сейчас я задам тебе, а приключения у Сталина были вообще. Он явно намеренно садится в Ленкарайинскую тюрьму. А Ленкарайинская тюрьма очень интересно сделана. Она когда-то была крепостью, а потом крепость устарела, как военную это самое. И тогда стали приспосабливать имеющиеся там, значит, сооружения под что-нибудь. Вот одну башню сделали тюрьмой, а другую башню сделали маяком. И Сталин совершил из этой тюрьмы, которую явно намеренно сел, а намеренно сел, ну, чтобы оказаться там, в этой Ленкарайинской тюрьме, он совершил какой-то странный побед по странному маршруту. Он не просто взял и сбежал из этой тюрьмы, хотя мог бы, а он сначала по подземному ходу проник на маяк, а потом уж только с маяка продолжил этот свой побег. Но мы еще вернемся к этому, ребят, это длинная тема, большая. Пока другой вопрос у них зависли. Почему маяк и остров? Маяк считается одним из самых уединенных мест. Если вы посмотрите фильмы, полистаете о маяках или аннотации почитаете, то там всегда маяк где-то вдали, куда привозят раз в месяц или раз в полгода продукты. То есть это максимально уединенное место, но при этом тебя снабжают продуктами. И обязанностей никаких. Зажигает уж и лампочку. И при этом у тебя, между прочим, у служителя маяка, есть ощущение, что он вершитель судеб. Потому что стоит ему выключить эту лампочку во время бури, и все капец. А у маяков есть очень интересные качества, которые я не видел, чтобы там обсуждали, но по мемуарам я могу найти. Например, вот я нашел, есть мемуары, как его, Дмитрий Лухманов. Значит, Дмитрий Лухманов, который, значит, ну он там закончил жизнь в сталинском наркомате в 1946 году, а еще до революции он там плавал матросом, потому что, несмотря на то, что он школу кончил, мореходную, там какие-то должности могли ему дать и удостоверение только по достижению 21 года, то есть совершеннолетия по старым понятиям. Вот. А пока он не достиг, в 17 лет он кончил школу, он плавал по разным морям, так сказать, везде, по всему свету. Вот. И вот однажды они плывут в условиях плохой видимости по Босфору. Босфор – это пролив, на котором стоит Стамбул. Помните? Стамбул слышали? Стамбул слышали. Турция. Турция. Я не помню. Стамбул – город контрастов. Вот. Плывут, значит, они одна. Плохая видимость, ни хера не видно. Но это была не ночь, но все равно ничего не было видно. Там-то что-то вроде тумана и так далее. И плывут, плывут, делают замеры лотом. А что у них? Больше у них ничего нету. Вот только они могут глубину. Глубина огромная. И тут вдруг они с размаху налетают на скалу. Ну, корпус не пробит, но, во всяком случае, они сели на мель и сняться сами самостоятельно смогли. И самое интересное, они воткнулись в берег у основания маяка. Понимаете? Не 20 метров правее, не 20 метров левее, а просто вот стоит маяк, они вот втыкаются в эту самую, значит, его основание. Не, вы понимаете, вы понимаете, нет, ну тут большого ума не требуется, чтобы догадаться, что это не случайные события. Ну как? Дима, у вас хватает? У меня мысли были то, что есть возможность этому какому-нибудь гаду кого-нибудь подставить, незалежащий маяк и корабль потерпит, корабли крушения, и много людей погибнет. Ну, такая вот мысль. Ну, причем у них есть совершенно нормальные такие вот возможности, то есть вот туман. Нет, мы говорим о том, что маяк к себе притягивает. Ну, еще есть другие, как бы есть другие примеры, которые говорят о том же самое. Ну, я про Лухманова рассказал, вот он написал, ну, сталинский автор. Блин, каким-то образом к нам попала книга 38-го года, вообще уму непостижимо. Вот, Лухманов, «На палуби» называется. Вот, он... Не, ну, понятно, что маяк притягивает, да? А теперь механизм. Почему он притягивает? Если там сидит рекордный сволочь, который хочет всех утопить и всех убить... Как у Ханов. Как у Ханов. Ну, просто все там. Любые. Вы понимаете, что к этому маяку в условиях тумана будут притягиваться суда? Даже если он погашен. Угу. Не, ночью тоже, если погасить, то судно, проходящее мимо, завернется каким-то хером и воткнется прям вот аккурат в эту самую... Чем... Аккуратно в основании. Чем бандиты, кстати, и пользуются. Не надо там, это же жертв кораблекрушения, добивать и искать смытое имущество по всему берегу. А вот сидишь на маяке и все тебе вот прям просто к ногам прибивает. Не, ну понятно, если там сидит рекордный мерзавец. У нас, по счастью, у нас, у людей, у человечества, по счастью, есть описание одного из... Вот на этом, наверное, заканчиваем. Есть описание одного из смотрителей маяка. Ну, половина и так далее. Это произошло, как ни странно, в близком нам Батуми. В 23-м году арестовали смотрителя маяка. Было следствие, и его расстреляли. Ну, следствие-то вел человек Дзержинского. Дзержинский в 26-м году помер. Понимаете, там просто этапы. Все зависит от того, кто начальник вот этого самого, кто правитель в стране, и кто начальник вот этого НКВД, или как там это называлось тогда, ОГПУ. Вот. То есть, вот был редкий случай, когда был хороший следователь. Значит, и чем провинился вот этот вот начальник вот этого маяка, смотритель. Все слышали имя лейтенанта Шмидта, но никто не знает, что он там вообще наворочил. Ну, не важно, не будем. Мы разбирали. Ладно, когда-то мы говорили, но это недостаточно. Так вот, там есть такая деталь. Лейтенанта Шмидта и троих матросов трибунал приговорил к смертной казни. И нужен был морской офицер, который бы командовал приведением этого приговора в исполнение. Все офицеры Черноморского флота Черноморского отказались участвовать в этой казни. И тут пришел доброволец. Как вы уже догадались, будущий смотритель вот этого бакинского маяка. Батумского. Батумского. Что я сказал? Батумского маяка. Вот. Значит, он провел эту казнь. После этого ему не подавали руки вообще никто на Черном море. Нет. Там понятно, что среди моряков там много скотов и прочего и так далее. Но какие бы они ни были, для них вот этот вот это просто вот дерьмо хуже некуда. Руку ему не протягивали. В результате он должен был, вынужден был уволиться с флота и поступить смотрителем маяка в Батуми. Батуми. Ну, вы оценили, вы понимаете, что... Мне сказали, что это был друг Шмидта. А не важно. Это важно. А не важно. А ну и он еще и они на одной парте сидели. Значит, это... Но это не важно. Все-таки не важно. Вы понимаете, что вот этот вот смотритель маяка был рекордный скотина. Вы понимаете, что это был рекордный для всего Черного моря, а? Что? Не, просто что-то мне отложилось, что Шмидт вроде не самый хороший человек. Да, гада расстрелять вроде. Так, Шмидт не самый хороший человек. Там можно, понимаете, его биографию можно рассказать под разными ключами. Мы поговорим еще о Шмидте, потому что у него очень интересная свадьба. Он выбрал не просто портовую шлюху, женился на ней, была мода такая в то время жениться на проститутках, чтобы спасти бедняжечку. Вот. И, значит, этот самый Шмидт тоже не миновал его сия штука, и он женился на проститутке. Ну, он моряк, наверняка портовая шлюха была, но выбрал такую, которая не захотела даже грамоте учиться. То есть, он выбрал рекордную, понимаете, вот рекордную. И штука там, нет, про Шмидта долго можно разговаривать, понимаете, в фильмах одни трактовки есть там в прессе, другие, так и так далее. но все-таки вот жена у него, она очевидная совершенно, и не, ну, потом они разошлись. Вот, значит, дело в том, что только у Паустовского, я нигде не видел ни в каких этих самых материалах этого, в Википедии и прочих, говорится о том, что лейтенант Шмидт занимался коллекционированием изображений маяков и фотографий. Если он мечтал, у него была незаболченная мечта стать смотрителем маяка, а он прямо говорил, что хотел бы оставить флот и пойти в смотрители маяка, то, понимаете, есть пара для смотрителя маяка, это медуза горгона, главная портовая шлюха, которая прикидывается служительной Афины. Я понимаю, что у вас перегруз мозга, значит, мы будем все это разбирать по более коротким кусочкам, но, ребят, общую картину я же должен нарисовать, ну, не обижайтесь, а как в нее иначе проникнуть? Приходится и про Сталина, и про Юлии Цезаря, и про это, но будем разбирать все это подробно. Я к чему говорю, там рядом с Орионом находится Персей, у которого в сумке голова отрубленная. В руках. Ну, в руках. Ну, у Гивелия в руках. У Яны Гивелина это в руках. Ну, конечно, имеет право. А, ну да, потому что, если Кетосу показывают, то, конечно, вынуты из сумки. Но, во всяком случае, там астеризм есть, это самая голова Медузы. И они рядом с этим Орионом. То есть, Орион очень хорошо показан. Он как бы подминает под себя быка, но при этом смотрит на Медузу Гаргону. Медуза Гаргона, когда все вспоминают, что Медуза Гаргона, вспоминает змеи, там, клыки, кабани из нижней челюсти. Но ведь она до этого была первейшей гетерой, самой красивой в порту. До того, которая еще и прикидывалась этой самой, как называется, жрица Афины. Не, понимаете, парочка баранда ярочка. И мы вот эту хрень должны увидеть, она, эта хрень в общих чертах и показана в гиперболоиде инженера Гарина. Зоя, которая была проституткой портовой, самой красивой, самой красивой, вообще, самое это самое, вообще, там перестает трахаться. Ну, чем не жрица Афины. Да, чем не жрица Афины. И они потом оказываются на необитаемом острове, ближайшем аналоге к маяку. Угу. Это жреческая история, то, что нам рассказывает Алексей Толстой. Это жреческая история о этой, как ее, Меомедузе Гаргоне, Орионе, которые хотят стать Аполлоном и Артемидой. И там участвует вот этот вот быт. А еще там участвует Шульга, самый главный персонаж, к которому я даже сейчас еще не подступаю. Мы сначала все... А, да, ну там он не называется по имени. да, не называется, но, кажется, там есть на него намек, да. Ну, а какой намек-то, блин, там называются Года и Россия. Чего там? Кто был? Ну, там еще говорится, что это оружие можно отправить в Россию. Там как такой смысл, что найдется человек, который сможет его правильно использовать как-то так. Да, да, конечно. Есть там еще более мощный намек. Я об этом скажу в следующий раз. Хорошо. Ребята, у нас это самое, мы больные люди, сидим на верблюде. Мы сейчас пойдем ляжем со слатой. Да, давайте заканчем. Значит, это самое, 40 минут, между прочим. Ребята, значит, я вас буду грузить дальше. Возможно, одного семинара не хватит. Не, не хватит. А мне вообще еще не давали слово. А, хватит. Ребята, в общем, это офигенно. Вот мы доведем до конца вот этого семинара или два, или полтора, не знаю сколько. Я убережден, что вы будете перечитывать. Я этого гиперболоида читал, в детстве читал несколько раз. Ничего не понял, естественно, абсолютно ничего не понял. Сульга был положительный персонаж. Скучный только, а так вообще положение. В общем, ничего не понял, а тут я в госпитале при смертном почти состоянии прочел полтора раза. Потом пришел сюда и опять прочел вторую половину. В общем, короче, это гениальное произведение. Так, продолжим. Считаю полезным повторить, в каком виде произошел возврат карти неба. Значит, после того, когда... Я, конечно, всегда с историей все путаю, сладо тут нам поможет, если кому-то это нужно и полезно, и интересно. Значит, после того, как мы открыли три мира Посейдона, он же мир отстоя, срединный и жреческий, то было совершенно понятно, что должны быть два прохода, два портала. Мы как раз, собственно, вот это все открывали, изучая Юлия Цезаря Шекспира. А там, если вы помните, были фавнали, они же... Кто там? Луперкали. Луперкали. Да. И каким-то образом мы вышли на этот самый, как называется, возничий. Я вот не помню, каким образом мы на него вышли, может быть из-за козы или из-за козла. Потому что, если вы помните, Луперкали, там козел, и тут козел на периферии, за спиной там даже. Я еще выяснил, что, оказывается, у возничьего есть звезда олень. Да. Вот мы размышляли и рассуждали много про возничьего, и было очевидно, что по смыслу это фавн. Но каким-то образом нам удалось упустить, что в созвездии возничий есть звезда олень. Ну, олень, фавн, что там, все ясно. Вот. Дальше мы стали искать портал гекаты, после того, как долго и упорно и кропотливо копались в этом возничьем. И вот тут-то и началось то, чем мы сейчас занимаемся. То есть, оказалось, что портал гекаты на карте неба описывает целый сгусток созвездий большой. Туда входит и Кетос, туда входит и Персей, туда входит Андромеда, туда входит Телец, туда входит Орион, туда, хрен его знает, что там что-то не входит. Что-то еще входит. Просто я уже не вижу. Значит, созвездия надо разбирать обязательно. Даже если они описывают что-то темное, как, например, Орион или Телец, или Кетос, или Медуза Гаргона, то все равно это темное заслоняет что-то очень важное и светлое. На карте видно, что они заслоняют. Там в центре вот этого сгустка созвездий, которые мы разбираем, там находится пара, которые проникают через этот портал Гекаты. И вокруг них чистоколом стоят вот эти персонажи, в частности вот этот Орион. Пока Орион не разоблачен, значит, увидеть и научиться до конца у Персея и Андромеды мы не сможем. Именно поэтому мы и разбираем сейчас Ориона. Мне показалось, что это самый простой. К тому же каким-то образом, хронологически я не помню, оказалось, что я стал копаться в приключениях Сталина в Ленкарайской тюрьме. Она же там две рядом башни стоят Ленкарайская маяк. Странные приключения Сталина на этом маяке. К тому времени я уже прочел Бернарда Шоу про Юлия Цезаря, который тоже отметился как следует на маяке. И тоже там возникали вопросы, а когда мы соединили этот маяк два маяка у Юлия Цезаря и Сталина. Ну, в общем, короче, все это вот. Значит, что у нас сейчас, каким образом идет исследование? Значит, никаких письменных исследований, конечно, не сохранилось и нету, может, их и не было, не знаю, были что-то. Но, во всяком случае, у нас есть несколько интересных историй, которые надо соединить вместе, и они дадут теорию вопроса. Истории я эти могу перечислить. Это приключения Сталина на Ленкараньском маяке. Я надеюсь, мы все поедем туда. Значит, приключения Юлии Цезаря на Александрийском маяке. Гиперболует инженера Гарина. Есть Тослата, наверное, подтвердит, что когда я тут носился с этим самым, со Сталином и Юлием Цезарем вокруг этого самого маяка, я сказал, что гиперболует инженера Гарина это о маяке. Было такое. Ну, вот. И мы стали изучать вот этот гиперболует инженера Гарина, и оказалось, что это самый удивительный, самый замечательный источник, который только можно придумать. Вот. Ну, дальше понеслось там куча всяких книг, как всегда везло в этом отношении, в частности, книга к нам приехала 1938 года, вот, до сих пор чувствую себя хорошо по этому поводу. Ну, книга, может, как целая и не очень, но вот там есть история про этот самый про маяк, как там судно врезалось прямо в основании маяка. Вы рассказывали. Да, я уже рассказывал, не надо писать, я знаю. Вот. Так, продолжаем. Не, ну, вы поняли, да, что все вполне логично, то есть, вот, из-за мира отстоя, он же посейдонный мир, через портал, простенький портал, в общем-то, этого самого, как называется, фавна, он же, так сказать, как он нам, возничий, мы попадаем в срединный мир, а из срединного мира жильческой портал намного более сложный, намного более сложный, намного более объемный, вот сейчас мы ими занимаемся. Итак, ну, еще истории, которые привлекаются, это история с Паустовским и смотрителем Батумского маяка, значит, который был, вызвался добровольно казнить Шмидта, лейтенанта Шмидта, вот, и последующая судьба этого Паустовского, который потом сначала носился с этим мерзавцем, с маяка, а потом носился вокруг Солженицына, что дает нам возможность предположить, что Солженицын это аналог вот этого вот смотрителя маяка. Значит, ну, все загадочно, но давайте медленно разбирать. дышь левой. Вы из первой части объяснения что-нибудь излетли? Или я настолько путану, я не говорю, что вы виноваты. Я, скорее всего, настолько путану, потому что я, знаете, как это, штукатур крупными вот этого накидываю, чтобы потом можно было разровнять и сделать из этого стенку, потому что, видите, у меня есть куча разрозненных рассказов о значит смотрителях маяков. Один из рассказов, я не помню, напомнил я или не напомнил, у нас было двое человек, которые писали на нас доносы перед посадкой в тюрьму. Они не повлияли на посадку никаким образом, но просто сам факт, что они вот писали и выступали. Один был смотрителем маяка в прошлом, это единственный смотритель маяка, с которым я пересекался, а вторая это вот родители Шуйкова, ну, там еще были Сомкина, Довлетшина. Ой, это по мелочи, они не писали, по-моему, они только угрожали. Я только что вспомнила фамилию этого смотрителя маяка. Не надо. На М начинается, на К кончается. Понятно. Ну, и на этом остановимся. Вот, то есть, вот, понимаете, вот эти вот всякие мелочи, там, то, что судно прям аккуратно врезается в подножье маяка, ну, и другие подобные истории, когда бандиты, значит, отключают свет на маяке, и судно бьются вокруг этого самого маяка, хотя могли бы биться по всему побережью. Однако, вот, вот они их явно притягивают. Так, здесь мы обнаруживаем интересное качество, что, ну, не качество, что, вот этот вот наш смотритель маяка, который писал на нас доносы, он, не, сейчас это в обязательном порядке надо называть государственный осведомитель, значит, мы с удовольствием это и делаем, значит, вот государственный осведомитель, значит, Солжевницин тоже был государственным осведомителем, вот, возникает такая гипотеза, что этот вот смотритель маяка это аналог государственного государственного осведомителя. Понимаете, появилась большая проблема, тысячи лет существовали маяки, тысячи лет можно было их изучать через контакт какой-то с этими самыми, ну, прямой или косвенной, с этими самыми, значит, хранителями, значит, а вот с 1991 года маяки стали автоматизировать, то есть, они вообще стоят, так сказать, все на автомате, соответственно, смотреть или нет, и расколоть эту тайну ты не можешь, значит, мы просто вынуждены 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 ну вот искать аналоги. Значит, мы, конечно, никогда не оказываемся брошены, значит, там Геката и Афина нас, так сказать, не оставляют, поэтому как бы совершенно очевидный ход в этих условиях, когда перестают иметь место быть вот эти вот смотрители маяков, что Афина должна спровоцировать какого-то аналога смотрителя маяков написать обширный блок опусов о том, как он видит мир, о том, как он видит мир, и тогда вообще даже все становится еще проще, и вот тогда находит совсем другое объяснение, то, что произошло с Солженицыным, вот всеобщее повсюду мнение, которое я высказывал к стыду своему, это то, что Солженицын это победа темных сил, ну что, понимаете, с литературной точки он ничто, вообще с любой точки зрения он ничто, и вдруг он оказывается лауреатом Нобелевской премии, он становится там миллионером, ну Нобелевская премия это один миллион, а он даже когда его выслали из страны, у него уже 14 миллионов было, я не знаю сколько у него в итоге, значит, вот когда его первый раз выслали из Советского Союза, у него уже было на швейцарских счетах 14 миллионов, вот, вот, не, вы понимаете, это же разные вещи, если это победа темных сил, это одно, да, а если это победа Афины, то это другое, значит, вот Солженицын, поскольку мало кто знает, а мы уже вместе со Слатой читали, Солженицын, когда его, он был на фронте, потом он что-то такое сделал, в письмах прекрасно знают, что их прочитывают, это самая цензура военная, он стал писать в них что-то такое с тем смыслом, что он чей-то шпион, не помню чей, ну, какой-то шпион, ну, в результате его с передовой забрали, значит, и в итоге вот он оказался в лагере, и сохранились документы этого дела, то есть все дело сохранилось, и в частности там есть тетрадка, в которой Солженицын, находясь в камере, валил вину вообще на всех известных ему людей, просто всех известных, включая собственную жену, значит, ну, то, что валить на других, это, конечно, тоже своеобразный подвиг, отстой, мира, отстоя, но вот то, что на жену, так сказать, навалить все, что только можно навалить, это, конечно, уже выдающееся событие, вот, поскольку мы знаем, вот видите, как, я тут выдергиваю, тут выдергиваю, тут выдергиваю, тут выдергиваю, знаете, вот, это как вот, а потом вот должно прийти прозрение, понять, что все это вот кусочки одного целого, вот, может быть, когда-нибудь я смогу что-то построить, вообще, не очень уверен, что я захочу это делать, ну, вот, так сказать, в школьном таком смысле, А вот я бы им объяснила в школьном смысле, потому что я вижу, что им это очень тяжело. Физический смысл соединить государственного осведомителя маяк и остров необитаемый, сейчас просто. Начнем с Аполлона, ну, остров, да, условно, остров это Аполлона Артемида. Аполлон называется Богом Солнца, но в каком смысле Богом Солнца? Если Солнце горит, потому что существует товарищество, а Аполлон хочет товарищество уничтожить, это концепция Козрева, то значит Аполлон хочет потушить Солнце. Ну, понятно, что Аполлон это не апостол товарищества. Так, что делает маяк? Он тушит, ну, этот, смотритель маяка, он тушит этот свет, чтобы все разбились, но это же... Может, и если есть возможность, сделает. Это же примерно то же самое, как потушить Солнце, чтобы все рухнуло. Государственный осведомитель, что он делает? Он же старается посадить невиновных. Невиновные это практически, вот, условно говоря, те самые товарищи, которые... за счет которых светится Солнце. То есть, опять этот государственный осведомитель в итоге мечтает потушить Солнце. Думаю, что по этому... Ага. Орион это будущий Аполлон, это этап по прохождению в сторону Аполлона. Горгон это будущее Артемида, тоже этап. Если вы вспомните, у Артемиды на голове есть Луна, и у Геката есть на голове Луна, из-за чего их всячески пытаются отождествить. Но возможно, что то, что делает Горгон, это против Гекаты. То, что делает Аполлон, это против Персея. Так вот легче понять, что происходит. Проще говоря, они обе относятся... Ну... Ладно, как сказать, значит, и у Гекаты Луна, и Артемиды, и Луна, значит, но на все всегда есть две точки зрения. Одна может зажигать, другая может тушить. И мы знаем, что людьми страх руководит намного сильнее, ну, мотив намного более сильный, чем какой-то там возвышенный. Вот не пойдут люди там строить храм во имя товарищества. Мы уже строили, да? Ни один человек не пришел из городка, 17 тысяч населения. Значит, а если вспомнить, какой храм был самый роскошный, то самый роскошный храм был храм Артемиды. А Артемида, вот она несет эти самые страдания бессмысленные. То есть, люди задабривали Артемиду приношениями, чтобы страдания у них в жизни не было. Логично, да? Или как? Вот, то есть, это очень сильный, могучий мотив. Можно себе представить, что мотив людей задабривать какое-нибудь божество, чтобы солнце не потухло, это мотив более сильный, чем, ну, работает на товарищество, да? Ну, я не знаю, как это объяснить? это было... Чтобы солнце не потухло, надо поддерживать товарищество, да? Значит, чтобы... Второй вариант по представлению темных, это надо задобрить божество, которое может это солнце потушить. Ну, вот, люди, естественно, выбирают задабривать темные, и мы встречаем, что храмы Аполлона повсюду, просто повсюду, но еще мы можем увидеть, вот я тут тоже вот, тут вот, когда мы занимались, я читал книгу Ксенофонта Аннабазис, это 6 век до вашей эры, и там вот очень интересно, куча бандитов, 10, с небольшим тысяч человек, они просто откровенно шли грабить за зарплату, ну, по Малой Азии, то, что ныне называется Турцией, и все они были, ну, бандиты, просто, понимаете, бандиты, блин, грабили там все, и они вот чуть что, они начинали петь гимн Аполлона, а их предводитель после этого похода вернулся и построил храм где-то там, не знаю, места не помню, естественно, храм Аполлона, понимаете, кто у нас оказался самыми, самым, ну, самым набожным по отношению к Аполлону, какая самая набожная категория населения по отношению к Аполлону, они там не просто бандиты эти самые, это будем еще разбирать, или мы, я не помню, то ли остановились как раз вот это вот, блин, перед этими болезнями я занимался, то ли провел, они ослотрахи, ну, ослотрахи, это мы сами термин придумали, то есть, вот они, им нравится, чтобы их трахал осел, их трахал, их трахал, такие видео есть, нет, есть и видео современные, но там как бы это несколько иносказательно сказано ксенофону, он сам такой, нет, я просто говорю, понимаете, Аполлон, это божество этих самых извращенцев, кому должны поклоняться те, которым нравится, чтобы в жопу, извините за выражение, трахал осел, ну, кому, ну, не Афине, наверное, да, и не Гекате, и даже не Фауну, и вообще никому из этих вот самых, вот, ну, вот они поклонялись Аполлону до Посейдону, вот, а если ты поклоняешься Аполлону, тебе обязательно будет нравиться Гаргона, поэтому Персей, прежде чем пойти убивать Гаргону, он пошел разоблачать в себе Аполлона. Да, если вы помните, по-моему, мы об этом уже успели поговорить, о том, что после того, как, значит, Персей пообещал убить Гаргону, он совершил странное дело, он обещал царю, когда он обещал царю убить Гаргону, он тут же отправился в Гиперборею и принес там гекатумбу, то есть в жертву принес сто ослов. Вы понимаете, принести в жертву сто ослов, это не просто подойти к стаду ослов и вот быстро-быстро их перерезать. Дима, как вы считаете, или так надо, ворвался в стадо? Ну, мне кажется, это что-то такое. Мне кажется, это больше, как сказать, ну, символ какой-то, а не символ. Не знаю, только что нужно для этого сделать? Что это за символ? Не, ну, вот, это большой вопрос. Во-первых, это надо делать экспериментально, придется ослов резать. Значит, ну, будем резать в Турции, если они там сохранились, вот, но, в общем, я предполагаю, что что-то с тобой происходит, когда ты вот режешь осла. Но, как-то меняется внешний мир. Ну, например, есть зрители, они как-то меняются. То есть, не ослу в уши надо заглядывать, а, например, смотреть на зрителей. Или прислушиваться к себе. Или прислушиваться и смотреть на своего начальника. Я не знаю, или на рабов там, я не знаю, что-то такое. Я не знаю, что. Я только знаю, что ослов приносили в жертву трем богам. Мы об этом успели немножко поговорить. Вот. Вот я и говорю, что мы делаем. У нас есть пуг созвездий. Мы знаем общую канву истории, как они связаны, эти созвездия. Значит, мы начинаем разбираться. Мы собираемся поехать по турне, по маякам, но все уже отмерло. Нету их. Мы можем найти последних свидетелей, которые знали этих служителей маяков и какие-то могут рассказать истории жизни. Не, ну как там, что-то сохраняется, потому что, я не знаю, Анна Алексеевна Шедрина умерла в 53-м году, а я еще лет 10 назад, Слад, да, лет 10, больше уже, да, мы были с тобой в последний раз. Едой тебя я был, да, еще находил, то есть, не то, что живых свидетелей, но как бы вот те, которые были носителями информации. То есть, мы еще успеваем. Вот. Можно я про Орена расскажу? Не, ребят, вы понимаете, переход количества в качество, вот какие-то все разбираешь, разбираешь, травму удаляешь, травму удаляешь, а потом приходит озарение. Я не могу ничего иного предложить. Мы будем разбирать Паустовского, мы будем разбирать Солженицына разбирать, мы будем разбирать жену Солженицына, потому что в таких семейных парах все определяет женщина. Так, давай говорим. Не, а то люди просто с ума сойдут, сейчас семинары уже закончатся, а мы ничего про Ориона из гиперболоида инженера Гарина не сказали. Во-первых, я хочу, а мы в один семинар не собираемся. Но все равно это же сдохнуть можно, хочется услышать, а ждать еще один семинар. Орион, если вы помните, состоит из, похож на песочные часы. Помните рисунчик, да? Это да. Прямо песочные часы, только там это не горизонтально, вот три звезды, которые отвечают, а чуть-чуть скосочек. считается, что это пояс Ориона, называют современные астрономы, но это не пояс Ориона. Давай. То есть, можно предположить, потом увидите, что это Орион, он двучастный, состоит из двух элементов. Самое легкое воспринять, это как танец белого и черного дракона. И вспоминаем, кто у нас танцует в этом гиперболоиде. Это Шульга и Гарин. То есть, Орион это комбинация. Странное, странное, вот то, что удивило, я забыл, кого удивило, но всех удивило, которые читают книгу, значит, что Гарин постоянно спасает Шульгу, а Шульга выгораживает Гарина. Там же с самого начала первый эпизод, когда, помните, вот эти глубокомысленные умозаключения Шульги о том, кто там зарезан, кто из двух двойников. И он делает вывод, что убит Гарин. Это называется выгораживание. Нет Гарина, нет дела. Это выгораживание. То есть, вот там вообще получается, два таких человека, которые на словах один за пролетарскую революцию, другой, значит, там за суперкапитализм, а в это время один другого спасает, значит, ныряет там в океан, другой выгораживает. Что это такое происходит? Так вот, это вот очень интересно, кстати говоря, что в фильме это изъятый диамет, это изъятый диамет, там вот этих эпизодов сразу несколько, в которых этот Сашка Гинсбург все показал наоборот от книги Толстого. Например, когда подписывали договор, этот, как его подписывал, как ролик, ролик, там показывает, что он, помните, сказал, есть еще один свидетель, он-то при чем? и в фильме показывает, что в фильме показывают, что присутствовавшего Шергюл стреляет Гарин. Но в книге-то кто стреляет? Роллинг. В книге стреляет Роллинг. Вот, в книге стреляет Роллинг. И таких эпизодов сразу не могу вспомнить. Например, придумывает этот Гинсбург причины всякие, зачем он таскает за собой Шульгу. То ему нужно знать от Шульги это, то там какая-то страховка, еще чего-то. В фильме всего этого нет. Там Шульга все время говорит, я не понимаю, зачем ты меня таскаешь. Там вообще нет причины его за собой таскать. А есть еще даже вещь, которую даже Гинсбург не смог испортить. То, что Гарин это супер обаятельный. Шульга это супер скучный. Так вот воспринимается. Но если присмотреться, то самым обаятельным Гарин смотрится именно в присутствии Шульги. Это вот две ситуации, когда он в пивном погребе Шульгу оставлял в плену, а второе это когда они уже на яхте разговаривают, что-то крутится весь из себя. То есть вот это постоянная иллюзия, что Гарин сам по себе обаятельный. А на самом деле он только в тандеме со скучным святошей Шульгой может выглядеть обаятельным. Двуликий Янус. Гарин не может быть таким влиятельным, если он не находится в отношении Двуликого Януса с кем-нибудь. И вот этот вот кто-нибудь это Шульга. Не, ну там самое замечательное то, что у этого самого Алексея Толстого получилось, что он показал, что это казалось два идеологически несовместимых человека. А на самом деле это вот эти вот песочные часы, песочные часы, помните, песок один, а стекляшка, так сказать, вот так устроена, что то в одну сторону песок пересыпает, то в другую сторону песок, и вообще все это единое целое. Отнюдь не два каких-то там емкости с песком. Вот. И, не, ну вы понимаете, вот Сашка Гинсбург, который все это изгадил, все эпизоды он переделал. Все эпизоды, в которых видно, что вот эта вот странная какая-то связь, Гинсбург переделал. Вот. И вот это вот поучительное, и это бросается в глаза. Нет, я говорю, в том-то и пользу. Мы говорим, что мы давно уже начали ничего повторить, принимать учения, мы давно начали, что надо начинать с поиска диамета изъятого в Шекспире, который мы делали. У нас собрали, там, помните, была работа, что изъятый диамет вы вычислили во всех этих самых пьезах в Шекспире. Здесь это принцип работы тоже. Но есть вещи, которые даже Гинсбург не может испортить. Закона Двуликова Януса никто не отменял. Какой уж обаятельный актер этот, как его забыл. Евстигнеев. Евстигнеев. Дальше некуда. И тем не менее, в эпизодах, где нет Шульги, он менее обаятельный. Например, вспомните эпизод, где он там бумагу украл у Роллинга. Ну, блин, смотрится, как дешевый актер, который играть не умеет. И это Евстигнеев. Показал, что так сняли плохо. Как-то казалось, в книге так описано хорошо. Да. А на самом деле получилось психологически достоверно. Хорошие актеры, они обладают тем качеством, что они перевоплощаются в правильную сторону. Не, ну, Евстигнеев это величина. Ну, того я как-то знаю меньше, кто он такой. но тоже, наверное, так сказать, попав под влияние Евстигнеева, он играл правильно. То есть, сами актеры по себе сыграли правильно, но то, что мог изгадить режиссер, он изгадил. А к Сашке Гинсбургу вообще просто можно посмотреть, там счет огромный. Он не только Александра Матросова изгадил. Там он засловного героя Советского Союза изгадил. Еще кого-то я забыл, кого он там. А Зоя не он же? Нет. А может его он? Кажется, тоже он. Ой, как бы ни оказалось. Не, ну, блин, я про Зоя не гарантирую. Но мне достаточно Александра Матросова. Но там и был еще какой-то третий герой, понимаете? То есть, вот он каким-то образом получал на Масфильмы заказы на эти фильмы и делал таким образом, что герои все, ну, я в особенности Александра Матросова, это скукота, дальше некуда. Ну, широкие народные массы не ошибаются. Они его хвалят за его операторскую работу. Просто гений. Ну, гений, да. Я вам, кстати говоря, в этом сам, в стене какого... Новодевичьего кладбища. Ну, ладно, придет великий правитель, я думаю, его оттуда уберут. вот. Так, ну, вот Слата просто сказал, чтобы не хочется ждать следующего семинара, а мы будем, мы должны разобрать всех. И Манцева, и этого самого, как он называется, мальчик-то этот, блин, как... Иван Гусев. Они, понимаете, это все очень сильные образы, и они все имеют значение, и Зоя там все, и остров этот, там все. Понимаете, это гениально. Вот это гениальное произведение. Значит, оно к тому и не читается, потому что невозможно понять, как ты можешь понять, что речь идет о Орионе, и Двуликий Янус там же, и все остальное. Так, Слата, у нас еще есть время, значит, на чем? Значит, ребят, какие-нибудь вопросы я... Давайте это самое, мы зацепившись за какой-то вопрос, добьем тогда это. Ну, правильно я понял, что смотритель маяка, это такой, кто поклоняется Аполлону, то есть, или хочет ему поклоняться, человек такой. Да, потому что, я почему спросил, потому что, вот я немного почитал, оказывается, с маяками связан такой бизнес, там, значит, даже молодые пары, когда вот они женятся, значит, едут на маяк, есть специальные маяки, которые сдают, типа, как однокомнатную квартиру, и они там живут. Ну, типа, это считается очень романтично. Но он уже не рабочий, наверное. Не рабочий, да, не рабочий, это вот старые маяки, которые там уже не работают. То есть, показалось как-то, ну, такой ореол романтичности возле маяка, причем, ну, женщины пишут, да, там, хочется съездить, вот, прям, вот такая вот. Не, ну, понимаете, даже у очень низкого ранга, там, какой-нибудь обывательницы, у нее все равно все вот эти темные мечты присутствуют. Другое дело, что-то, если очень темные, то она пытается реализовать, если не сильно темные, то не пытается. Ну, например, быть королевой. Все же мечтают, да? Значит, что она там хочет? Ну, там всякие, там, групповухи, там, да-да-да-да-да-да-да, все. Значит, в том числе, постоянно слышишь вот такую там, значит, говорят, уйти в монастырь, попасть на необитаемый остров, а сколько фантастики написано, так сказать, самое популярное, да? Когда там, я помню, самый первый рассказ, который я запомнил, когда там отец с сыном просыпаются, и ни одного живого человека на планете нет. Города стоят, все стоит, там машины, бензин, там все это есть, но ни одного человека нет. Ну, просто рай. Да, это шел по городу волшебник. А, шел по городу волшебник, это уже наш, это уже советский автор. Еще какой-то есть. Я много читала в детстве. Его очень много таких презрений, понимаете? Это мечта, оказаться на необитаемости. обитаемом остры. Да. Но другое дело, что есть ограничения, например, хочется разнообразно жрать, не будешь ты, вот там, куда попал Гарин, там ничего кроме гадов нету. очень хочется гадов, но через неделю раз хочется. и для мужчин эта мечта, маяк, тоже должна быть, потому что, смотрите, второе название Ориона, это большой человек, ну, то есть влиятельный, ну, шишка, в нашем представлении. Ну, кто из мужчин не мечтал бы стать шишкой? Да. Соответственно, он тоже будет стремиться стать Орионом. Я могу чуть-чуть еще дополнить, когда находите Болт, там есть такие люди, которые живут в избушках, там погоду, допустим, температуру воздуха меряют, ветер, температуру воды в Енисеи, вот, им платят деньги за то, что они просто там живут, и вот нехитрые такие поручения выполняют. И они по рации, когда переговаривались, они отличались от всех, вообще, какой-то наглостью особенной. они по полгода... Ну, они особенно наглые были. Вот они по полгода там живут, в одиночестве, там, не знаю, иногда в одиночестве, иногда с напарником, но они какие-то вот особо наглые были. Да, конечно. Ну, и это тоже автоматизирует, понимаете, то есть, вот, наступление со всех сторон. Но, государственных осведомителей, пока, я не думаю, все пока останется на своих местах. А я раньше всегда думала, что на маяки и всякие эти дальние метеостанции, подальше от людей, идут работать, о социальной личности, которые просто не могут общаться с людьми. А когда человек не может общаться с людьми? Скорее всего, тогда, когда их ненавидит. Ну, не знаю, хотя, конечно... Нет, но у нас, понимаете, подождите, у нас какая штука заключается? Вот, смысл изучения Ориона заключается в том, чтобы его разоблачить и не было препятствия между тобой и Персеем, цириадной, чтобы стать их учениками. Андромедой. Андромедой. Андромедой, чтобы стать их учениками и пройти в этот самый, проникнуть в, как бы, в жреческий мир. Не, вот это вот смысл, который делал. И отсюда вот эти вот странные... Нет, ну, я не помню, что-то как, но я могу повторить. Что сделал, как его называется, Юлий Цезарь, чтобы попасть на маяк? Вы понимаете, они что же, не конченые идиоты, вот эти вот смотрители маяков? Уж, наверное, они опасаются исследователей, которые, значит, хотели бы попасть за ними понаблюдать. Отгородиться от них очень просто. И в интернете можно об этом найти. Приходишь к маяку, действующему еще, а там дверь заперта. Чувствуется, что смотритель там, а дверь заперта. Ну и что, хоть лоб ты расшиби об эту дверь. И ничего не будет. То есть, это надо еще как-то придумать, как войти в контакт с этим, как называется, с этим вот смотрителем. Что сделал Юлий Цезарь? Юлий Цезарь, вообще, у нас мастак, мы играли, даже тут вот, даже Юлий, сам Юлий Цезарь сидит по центру. Да, он свидетель. Значит, он организовал типа восстания, заговора, и использовал его в своих целях. Ну, продумер при этом. Но ведь то же самое Юлий Цезарь сделал в александрийском маяке. Он организовал типа восстания египтян, которые с точки зрения военной нули, изобразил, что он страшно испугался этих египтян, и в панике прибежал на этот александрийский маяк. То есть, обманул смотрителя маяка. Понимаете? Такие схемы... А Сталин... Такие схемы сложные. А сколько? Ну, Дима, а кому тебе легко? Можно там прикинуться... А Сталин что сделал? Для того, чтобы фактически повторить опыт Юлии Цезаря, он сначала пошел, сдался властям, сначала пошел, сдался властям, потом через подземный ход проник в этот самый на маяк, не знаю, что он там забывал, изображал он из себя призрака отца Гамлета или что он там изображал, но во всяком случае после этого Сталин был офигенным знатоком этих государственных осведомителей. То есть, про Сталина пишут, что он с первого взгляда видел, кто осведомитель, а кто нет. Ну, а там эти убивали или не убивали эти, как называется, уголовные, так сказать, на кого Сталин указывал. Он просто ставил диагноз. Не, ну, это все время подается во всякой литературе биографической Сталина, что это дар Божий, искра Божия в Сталине, понимаете, вот рождается один человек в тысячу лет и все. А то, что это, к этому можно прийти, изучая смотрителей маяка и Ориона во всех видах, значит, об этом не говорится. Хочешь что-то сказать? Вот, об этом не говорится, а на самом деле, вот, тяжело. Вот будем там в следующий раз по Пустовскому там говорить, об Солженицын, не понимаете, но, вот, должны быть еще какие-то аналогичные образы. Вот он нам рассказал, метеорологи, которые живут там, каким-то образом отдельно. Вот вы понимаете, самый лучший объект это наблюдать за Горгоной и Орионом на необитаемом острове. Но если ты будешь там третьим, то этот остров уже не будет необитаемым. То есть, ты не можешь, ты своим присутствием просто убиваешь этот объект и все. Все, что ты можешь сделать, это попасть каким-то образом на маяк или значит, ты можешь собрать материалы, сесть, пойти в кафе рядом с этим маяком, где-нибудь, потому что они часто в городах, и начать многое упорно разводить ля-ля-ля, то, что сладо ненавидит, значит, вот, собирая все всяческие упоминания о его жене и так далее. А жена обязательно Горгона. Яркая личность ее запомнит И мы еще успеваем это сделать 30 лет не срок, еще все живо Не, ну Вы поняли, да? Что просто невозможно Попасть на необитаемый остров Не перечеркнув Его необитаемость Отсюда нам приходится Значит изучать В том числе и изучать государственных осведомителей Вот можно я об одной расскажу Нет, что подвернется Понимаете, что подвернется Изведите, я не знаю, может быть вы там где-нибудь сидите Там, я не знаю, где нет маяков Выборцевы не можете, я не знаю, в тайге там Как они там были эти, ну чего Ну вот у меня в камере было Три государственные осведомительницы И третью я смогла Вычислить уже только вместе с Минейлом Много месяцев спустя после выхода И вот чем она отличалась Та, которую не могла вычислить Рядом с ней У меня очень сильно начинали болеть легкие И резкое обессиливание наступало Из-за чего я даже подумала Что может быть у меня туберкулез И после тюрьмы сразу побежала проверяться Но ведь проблема с легкими Это от непонимания артемидников как раз То есть один из индикаторов Который включается с осведомителями Это вот с неразоблаченными Ну слата через это Но вот товарищ Сталин, я думаю, без индикаторов Он просто понял основную идею У них есть особенности поведения Вот он сказал, что они наглые Что такое наглые? Наглые это считает себя выше всех остальных Значит у нас тот, который был Сосмотритель маяка, который мы с контором общались Очень наглый Жутко наглый И он тоже, как этот, как его у нас был Этот ясный Что он этот, как его Ну он готов заменить Меняйлова во главе вот этого Вот движения Вот тот готов, понимаете? А еще раз, я не случайно сказал Что там двое человек было Которые писали доносы А другая объявила, что она потом Комак Рюриковича Рюрикович 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 А ее муж Грузчик Рюрикович тоже Да, от другой ветви Значит, ну с мужем вообще смешно И спасибо ей за это изобретение А то если бы она сказала, что она просто Одна И Рюрикович Было бы не так смешно Но когда они оба Это, конечно, пипец Одна медсестра, второй грузчик Вот Так не Но вы понимаете Это предельная форма До сумасшествия уже фактически Когда считает себя Выше всех остальных Это та самая тема Но все считают себя хорошими Но не так, чтобы Вот, блин В планетарном масштабе Выше всех Это редкость все-таки И вот мы обнаружим А Солженицын Который всех считал кретинами Кроме себя Вот, то есть, вот Понимаете У них есть особенности В поведении И так далее Их можно вычислить Их можно вычислить При определенном опыте Очень быстро Не, а вы понимаете Что сделал Сталин На Ленкараньском Вот представляете Вылезает мужик Допустим В разовернутый В пустыню Из подземного хода Это раньше крепость была Поэтому все здания Этого и этой крепости Были соединены Подземными ходами Потом крепость Перестала существовать И вот ее Под хозяйственные нужды Приспособили Разные башни Вот, представляете Вот Этот самый Служитель маяка Который привык Что на его маяк Никто не ходит Ну, та же Ограда От этого От крепости Да, вот Это все Так просто не попадешь Значит И вот тебе тут Из подземного хода Вылезает Некто В простыне Не, а помните Этот, как он называется Карлсон Который этот Живет на крыше Вот, представляете И он объявляет Этому служителю Маяка Кояка Маяка Что Вот Все Он посланец Страшного суда Остались Последние минуты Секунды И сейчас Если не покаяться То будет жариться На сковородке Значит До конца Там Я не знаю Вообще Не знаю Просто до конца Это как повод Вот И в принципе Он мог расколоть На что-то На какие-то тайны И знать В принципе Больше Чем другие Больше Чем тот Следователь Ой, мама Больше Чем тот Следователь Школы Дзержинского Который Подвел К расстрелу Вот это Вот Убийцу Лейтенанта Шмидта Ребят Все Значит Мы продолжим В следующий раз Извините Все вопросы В следующий раз Тема только начинается Потому что мы гиперболоид Разбираем На самом деле Мы сейчас разбираем Гиперболоид Инженер Гайна Мы не успели даже кино досмотреть Потому что Миняйлов На каждых двух минутах Начинает эмоционировать Мы тоже эмоционируем Они не понимают Эмоционировать Значит Миняйлов говорит Вырубаем Пойдем разбирать Что за херня здесь Я говорю Меня уже трясет Блин Что-то здесь Есть двойной смысл Который я не понимаю Вот так вот Не все время так было Но это к концу Чем дальше к концу Каждые две минуты Значит меня начинает трясти И мы идем качать Так можно очень долго вообще И мы идем качать